Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня в рубрике по вашим заявкам рассмотрим Тинькофф Банк. Это довольно резонансный банк, у него очень много сторонников, много противников и сегодня мы поговорим о нем с фундаментальной стороны, со стороны перспектив и финансовых показателей. Коротко о компании Тинькофф Банк. Это полностью онлайн банк, у него нет собственных отделений, есть офис в Москве, а вообще Тинькофф Банк зарегистрирован на Кипре. Основным продуктом для физических лиц являются кредитные и дебютовые карты, а также вклады. Также по продуктам банк в 2018 году запустил платформу Тинькофф инвестиций на базе собственного брокера, предоставляет услуги индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, привлекает ипотечных клиентов, занимается страхованием и многими другими продуктами каждый год, расширяя перечень продуктов предлагаемых. Что примечательно, банк занимает второе место по объему портфеля кредитных карт на российском рынке и по состоянию на 2018 год доля портфеля составляет более 11 процентов, то есть каждый десятый житель России имеет карту Тинькофф. Это довольно-таки высокий показатель, поскольку у нас везде продвигается Сбербанк. Из еще интересного нашел информацию. В ноябре 2018 года Тинькофф Банк был признан лучшим потребительским цифровым банком в мире в 2018 году по версии Best Finance World Bank Awards, а приложение для мобильных банков Тинькофф признано лучшим в мире среди потребительских банков. Такая довольно-таки неплохая информация. Ну и действительно по приложению очень удобно, я сам пользуюсь и вы можете тоже наблюдать и за инвестициями и пользоваться данным приложением достаточно понятно и удобно. И давайте от теории перейдем к фундаментальным показателям. Перейдем в программу Simply Wall Street. Данная вкладочка. Тут несколько данные разнятся. Вот я по инвестингу смотрел и здесь, ну в целом, как бы объективность какую-то мы достигнем. П.Е. Соотношение цены к прибыли на акцию составляет 7,7, что ниже рынка. По инвестингу это 8,4. Ну можем такой консенсус найти. П.Е. составляет порядка 8. Это хороший показатель. Ниже рынка за 8 лет цена акции оборачивается прибылью на акцию. По ПЕК показатель недооцененности или переоцененности акции на будущий период 0,6, который говорит о том, что акции компании Тинькофф Банка существенно недооценены. И соотношение рыночной цены к балансовой стоимости в районе 5. Это показатель достаточно высокий, который вот из предыдущих показателей достаточно выбивается. То есть балансовая стоимость акций ниже в 5 раз, чем они торгуются на рынке. Это короткие данные. Так, и вот в приложении Simply Wall Street нет такой информации, как цена, объем продаж. Он составляет 2,7. Это показатель ПС. И также есть показатели цена движения свободных денежных средств. Он составляет 4. То есть оба этих показателя, они позитивные. Цена движения свободных денежных средств в районе 4. Это крайне хороший показатель, который говорит о том, что компания легко рассчитывается по своим долговым обязательствам, выплачивая дивиденды. И у нее еще остаются денежные средства на развитие. Как я говорил, она уже в районе 4. Средняя по отрасли показатель 35. То есть это показатель позитивный. Давайте поговорим насчет будущего компании. Перейдем к графику. И я подготовил еще короткие данные. То есть видим, что ожидается рост, рост выручки, рост прибыли. Выручка – это фиолетовый цвет, прибыль – это зеленый цвет. То есть это по прогнозам аналитиков, как должен происходить рост. Соответственно, если мы видим на графике такой существенный рост, мы можем ожидать рост котировок акций, поскольку ПЕ будет снижаться и компания будет еще более интересна к покупке. Данный график показывает нам динамику роста прибыли на акцию. То есть мы ожидаем в 2019, 2020 и 2021 году увеличения прибыли на акцию. Это тоже все показатели позитивные. То есть эту компанию можно назвать и компанию роста, поскольку рост очень существенный. Из выступления и пресс-конференции компании по будущим показателям хочу привести вам данные. Группа Тинькофф сообщает о следующих рекомендациях по работе на 2019 год. То есть некий такой посыл от акционеров на 2019 год. Ожидают чистую прибыль не менее 35 миллиардов рублей. В 2018 году она была 27 миллиардов, то есть 27 миллиардов должны вырасти до 35. Это очень существенный рост. Тут на скидку порядка 40 процентов. Чистый рост кредитного портфеля составит около 40 процентов. Стоимость риска должна находиться в пределах 6-7 процентов. То есть вот такие вот задачи ставят акционеры перед банком на 2019 год. Давайте поговорим о прошлых показателях, поскольку о достижении будущих можно судить по прошлым показателям. Ну тут видим в районе 2013-2016 года такой вот диссонанс небольшой, а с 2016 года резкий рост выручки и прибыли, который ориентировочно продолжится и в 2019 и в 2020 году. И также я подготовил информацию по прошлым периодам. Вот по отчетности за 2018 год, сравнимый 2018 год с 2017, чистая рентабельность выросла на 29 процентов, составила 59 миллиардов рублей по отношению к 46 миллиардам годом ранее. Прибыль до налогов выросла до 41 процента. Чистый доход вырос на 43 процента. И показатель роя, который мы обсуждали с вами, вырос до 74 процентов, а был 52 процента. То есть рост, ну как мы видим и по текущему графику, очень-очень существенный. Далее поговорим по здоровью, по долговой нагрузке. Видим рост капитала собственного с 2013 года по 2019 год. Капитал банка все время растет. Долги то выше, то ниже. То есть они в принципе, если мы тренд установим, они находятся на одном и том же уровне. По отношению к росту собственного капитала, это можно сказать, что показатель очень неплохой. К тому же сейчас собственный капитал перекрывает долговые обязательства. То есть банк использует кредитное плечо и использует его достаточно эффективно. Мы это можем увидеть по предыдущему показателю, свободному денежному потоку, который я уже называл. Мы видим, что компания легко рассчитывается по своим долгам и выплачивает дивиденды. Здесь тоже полный порядок. Давайте теперь перейдем к дивидендам. Получается, что Тинькофф Банк, он может быть как в ростовой части портфеля, так и в доходной части портфеля. Я его, как вы знаете, приобрел. Сейчас я покажу. В портфель. Вот 46 акций. Как доходную часть, поскольку мне устраивает его дивдоходность. Давайте вернемся и посмотрим. 5,7 процентов. Это, скорее всего, информация еще не обновилась. 5,7 процентов. Это было бы до введения новой дивидендной политики. То есть, если мы говорим о дивидендах. Раньше Тинькофф Банк выплачивал 50 процентов от прибыли по яутрейте у него был. И крайний раз он закрылся с выплатой по дивидендам 50 процентов. Это было 21 марта. Выплатил на каждую акцию по 32 цента. То есть, закрыл реестр дивидендов. По факту, еще пока самой выплаты не произошло. Ожидаем. Вот. И новая дивидендная политика группы, которая была объявлена 28 декабря 2018 года, вступает в силу с 1 апреля 2019 года. И согласно этой политике, теперь перечисляется не 50 процентов от прибыли, а 30 процентов от прибыли, которые выплачиваются ежеквартально. Значит, многие поспешили избавляться от акций, поскольку ожидали уменьшения див-выплат. Вот. Но они это поспешили сделать, поскольку, значит, с 50 до 30 сократили процентов от прибыли, но очень существенно у банка выросла прибыль. Как я вам уже говорил, там порядка 30-40 процентов растет прибыль каждый год. То есть, примерно мы то на то и получим. Как в 2018 году были дивидендные выплаты, так и в 2019 году, они в финансовом выражении останутся примерно такими же. Ну, а если 30 процентов оставят в 2020 и 2021 году, тогда мы ожидаем существенный прирост по дивидендам. На текущий момент вот крайняя выплата, там порядка 6 процентов получалось годовых. И я для себя посчитал самый, как бы, негативный расклад в своей табличке. Если не учитывать рост прибыли, то с 30 процентным payout ratio мы получим 19 центов на одну акцию. Это тоже довольно-таки неплохо, что составит при моих вложениях 4,11 процента годовых. Но, опять же, повторюсь, был рост выручки, и он до сих пор происходит, рост прибыли. Соответственно, доля от этой прибыли, она нивелирует ту разницу между 30 и 50 процентами. Я ожидаю дивдоходность в районе 4,3-5 процентов годовых. Но это мы узнаем чуть позже из следующего квартального отчета, когда компания объявит о прибыли и о дивидендах. Так, сейчас еще посмотрю, что я для вас подготовил. По инсайдерским сделкам Тинькофф продавал несколько процентов своих активов после отчетности компании. Вот здесь вы видите, она существенно выросла, потому что были сильные показатели, и на этом фоне была продажа Тинькофф нескольких процентов акций, там порядка 150 миллионов долларов. И она вернулась, скажем, такой боковичок. Ну и теперь так вот, можно сказать, в боковике тут небольшой есть рост, но довольно-таки несущественный. В общем, что я хочу сказать по этой компании. Показатели финансовые у нее очень хорошие, все в норме. Я сам пользуюсь продуктами Тинькофф. Вот, в принципе, рекомендация компанию покупать. Достаточно стабильный рост ожидается, неплохие дивиденды. Но не рассматривайте мои рекомендации как руководство к действию. Подумайте сами, взвесьте все за и против. Посмотрите, посмотрите показатели, новостной фон и все прочее. И примите правильное решение. Также хотел сказать для тех, кто присоединяется к Тинькофф инвестициям, проходит по моей ссылке. Не забывайте приобрести активы на сумму 1000 рублей. И в этом случае вам будет начислено 1000 рублей бонусов. В принципе, на этом все. Если у вас появятся вопросы, комментарии, всегда рад обсудить. До свидания. Удачи в инвестициях.